Вместе с экспертами по физиогномике и психологии мы и наши корреспонденты, коллеги-редакторы посмотрели видео с Путиным и проанализировали его характер и поведение. И то, как они изменились за два месяца войны с Украиной. Анжелика Брушневская продолжит. Кто такой господин Путин? Все-таки я бы вас попросил избавить меня от ответа на этот вопрос. Путин ярко выраженный психопат с манией величия. Нужно судить не потому, что он сам о себе говорит, а потому, что он делает. И потому, как делает, что скрывает Путин, проанализируем с физиогномистом и психологом. Борис Березовский это кто? Обратите внимание на эту первую пресс-конференцию Владимира Путина в должности президента России почти 20-летней давности. Именно на этих кадрах мы уже видим, с кем будем иметь дело. Это сдерживаемая, скрываемая улыбка, такая надсмешка, то есть очень такое отношение сверху, да, высокомерное. Вот такие самоуверенность и пренебрежительное отношение ко всем – краеугольные камни личности президента России. Пик проявления почти 20 лет спустя – видеообращение, где он объявляет полномасштабную войну. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкиваетесь. Он самоуверен и ему даже нравится то, что он делает, потому что это вызывает внутреннюю улыбку радости. Но уже через несколько дней его настроение немного изменится. Наши военнослужащие сражаются стойко. Не совсем. И Путин это понимает и сердится. Такие напряжения челюсти, очень жесткое лицо становится. Это лицо вот человека, который готов еще больше агрессировать. Свои намерения подтверждает и на выступлении в Лужниках 18 марта. Путин попытался процитировать Библию, но, конечно же, оговорился. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. Вместо того, чтобы сказать «положить душу», он сказал «отдать душу». В чем разница? «Положить душу». Так написано в Библии, так мы поем в нашем гимне. А отдать душу, продать душу – это уже о другом. Думаю, все поняли, о ком я говорю, и не зря Путин оговорился. Дальше он исчезает где-то на месяц. Это, конечно, без учета постановочных видео, вроде того, где он сидит в компании стюардесс и микрофонов. И появляется уже в середине апреля. Вместе с Лукашенко Путин посещает космодром Восточный. Здесь впервые за долгое время мы его видим в динамике. Но и здесь он себя выдает. Вялая походка Путина сразу вызывает вопросы у экспертов. Путин подтягивает свои ноги, при этом постоянно пытается их напрягать. И мы это тоже видим, что говорит о том, что что-то не так с ногами у человека. Общаясь с работниками, Путин пытался держаться непринужденно, но получалось плохо. Путину уже не свойственно говорить на простом языке с людьми. И как будто человеку приходится выдавить из себя дружеское состояние. Теперь Путин постоянно злой. Эти санкции со стороны Соединенных Штатов были объявлены. В космической отрасли у Путина особые чувства. Вот это он 7 минут слушает, как глава Роскосмоса рассказывает, как им эти санкции не страшны. Полностью здесь импорты заместились. Как будто все хорошо, но лицо Путина говорит обратное. Злость, недовольство, агрессия. Это злоба, которую ему уже тяжело сказать. Не бить, не лупить, не проявлять слишком сильные эмоции. Так что если сравнить два видео разницы в два месяца, в февраль 2022 и апрель 2022 настроение Путина изменилось. На первом спокойный, уверенный, вальяжный. На втором это человек, чей план провалился. Он уже затравлен. Отказываться от своих идей он не готов. Признавать поражение он не способен. А продолжать дальше нужно больше сил. И он разрывается этим внутренним конфликтом. Но вот только ждать того, что такой человек устанет, не стоит. Уверены эксперты. Для иллюстрации просто вспомните подборку видео в сети, где Путину просто не пожимают руку в ответ. И его реакцию. Когда ему не жмут руку, он сначала буквально микросекунды не понимает, что делать. Потом сжимает ее в кулак. Опять-таки принцип кулака. Я запомнил. Анжелика Прушневская, Украина 24, проект Freedom, канал UA. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok